Анатолий Игоревич, приветствую. Сегодня мы с вами в белых рубашках, но уже в костюме. Предыдущее интервью было короткое с вами, но, честно скажу, очень много специалистов, моих знакомых, обычных людей, которые интересуются экономикой, задали вопрос. Андрей, а можно ли еще укина, как они говорят, пару вопросов задать, что будет дальше в этой стране? И, честно скажу, возможно, в ближайший месяц я поеду в США как раз на выборы, и президентские. И у нас очень много опасений, что возможны какие-то турбулентности геоэкономические, которые экстраполируются на ситуацию в экономике страны. Понятно, у нас есть сложности с бюджетом, у нас есть сложности внутриполитической ситуации, Донбасс, много-много всего. Бюджетный процесс 2001 года вот в этих непростых геоэкономических и национальных условиях, чего ждать, МВФ, как это все теперь мы будем в один процесс интерпретировать и интегрировать. Если говорить о тенденциях первой экономики, то кризисные явления наблюдались еще до начала пандемии. Так называемый финансовый пузырь, беспрецедентный рост государственного долга, Соединенных Штатов, который уже приближается к уровню валового внутреннего продукта. Да. Все это создавало огромные риски и пандемия, с учетом этого, и кризис на нефтяных рынках, и резкое снижение темпов роста мировой экономики, включая Соединенные Штаты, и что особенно болезненно для Соединенных Штатов, беспрецедентный рост безработных до 40 миллионов, это масштабы более и даже серьезные, чем период Великой Депрессии. Все это создало огромные риски для экономик всех государств мира, особенно учитывая степень долларизации мировой финансовой системы. Можно сказать, что коронавирус был катализатором? Да, это был как спусковой крючок. Даже взять нашу ситуацию, когда я слышу сегодня попытки аргументировать, что наши проблемы сегодня, это в первую очередь пандемия, я вынужден напомнить, что уже в декабре 2019 года темпы роста промышленности Украины были с отрицательным индексом. В декабре это было минус 8,3%. А пандемия как спусковой крючок усилила эти очень серьезные негативные тенденции. Но возвращаясь к Соединенным Штатам, безусловно, ситуация достаточно сложно прогнозируемая, учитывая внутренний политический кризис. Но при этом, как говорят многие эксперты, возникает очень большая опасность инфляционных процессов, потому что в период пандемии Федеральная резервная система Соединенных Штатов с участием администрации, безусловно, бросила в экономику более 2,8 триллиона долларов. Это огромные астрономические суммы, и этот процесс еще продолжается. На этом фоне обостряется торговая война между главными мировыми конкурентами, и не только в торговле, в первую очередь между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой, а Китай сегодня вложил порядка триллиона долларов в ценные бумаги правительства Соединенных Штатов, и в принципе уже просчитываются варианты, что он последует примеру России, и выбросит на рынок значительную часть этого долга Соединенных Штатов, и это также повлияет на стабильность как финансовой системы, безусловно, доллара, особенно с точки зрения его покупательной способности, инфляции и так далее. Очень хорошо, что вы заходите сверху, а не как обычно у нас. Поэтому очень многое зависит, в том числе, в первую, чем завершатся выборы Соединенных Штатов. Ситуация очень серьезная, потому что и республиканцы, и демократы уже заранее говорят, что результат будет нелегитимный, и готовится к очень серьезной войне. Я, откровенно говоря, не верю в гражданскую войну, это уже крайние, скажем так, варианты, но тем не менее, это очень болезненно будет отражаться на экономике Соединенных Штатов и, безусловно, влиять на стабильность мировой финансовой системы и возможности развиваться. Плюс к этому необходимо сделать уже сегодня вывод, что коронавирус, он с учетом других геополитических тенденций, он сегодня крайне сильно влияет на те законы, те правила функционирования мировой торговли, которые сложились в послевоенный период. Можно сказать, что он их меняет? Он их меняет очень динамично. И одна из составляющих этих изменений является в том, что усиливается государственный протекционизм в самых крайних формах. Его уже можно называть, как это делают многие эксперты, экономическим национализмом, усиливаются протекционистские меры по защите внутренних рынков, поддержке национальных товаропроизводителей. Это, кстати, объективно необходимые условия фиппандемии, с тем, чтобы поддержать платежеспособность внутренних рынков, граждан, минимизировать последствия пандемии. Принимаются очень серьезные пакеты решений, в том числе и в Европе, и во всем мире. Но сам факт изменения правил свободной торговли, особенно со стороны Соединенных Штатов, те сомнения, которые уже усиливаются по поводу эффективности и дееспособности Всемирной торговой организации и ряд других, говорит о том, что в этих условиях государства с переходными экономиками, типа нашей, будут находиться в сложнейших условиях доступа к ресурсам и возможности повышения своей конкретноспособности. Я хотел бы к этому еще дополнить, с точки зрения рисков изменения климата, и это сегодня уже серьезная глобальная цивилизационная проблема. Организация объединенных наций разрабатывает положение об экологических беженцах. А это уже не Сирия, а даже и Деливия. Это миллионы, десятки миллионов людей, которые в связи с изменениями климата из района экватора будут вынуждены мигрировать на север в поисках средств существования. То есть это демографический уже процесс? Да, это уже очень серьезные процессы, которые будут продолжаться не один год, с учетом тех прогнозов, которые дают экологи, ученые. И, к сожалению, эти тенденции сегодня подтверждаются в реалиях. То есть это тоже надо учитывать. Я уже не говорю о том, что многие развитые страны будут очень сильно заниматься в этих условиях искусственным интеллектом, что демонстрируют и Соединенные Штаты, и особенно Китай, и Россия, и многие другие ведущие государства. Индия. Это промышленная революция 4.04+, это работа техника, что может сделать невостребованными десятки и десятки традиционных профессий. То есть мир меняется крайне динамично, и риски очень серьезные. Если говорить коротко... Коротко, о глобальных вы очень глубоко за 5 минут практически охарактеризовали мировые тенденции с точки зрения геополитики, с точки зрения коллизий, скажем так. Но экстраполировать это все, перенести на украинские реалии не так-то просто, но вы очень хороший момент сказали о том, что у нас переходная экономика, и вот это все, о чем мы говорим, оно очень негативно будет отражаться. Смотрите, у нас МВФ есть, да, сотрудничество с МВФ, при том, что раньше, если ты критиковал это сотрудничество, в свое повремя на кучу, мы коротко чухаем, ну, это воспринималось просто как экспертное мнение. Сейчас ты когда критикуешь, тебе говорят, ты антизападную риторику говоришь. То есть это такая ситуация, как была у нас при Порошенко, когда критикал ЕС, она, тебе говорили, что это российский какой-то наемный агент и так далее. Сейчас ты критикуешь МВФ, сотрудничество с МВФ, тебе этот же ярлык уже вешают. Так я не понимаю, а как мы тогда, украинцы, условно говоря, мы не можем высказывать свою точку зрения по этому вопросу, если очевидные минусы, видимо, очевидный характер внешнего, такого, я бы сказал, ущербного влияния национального интереса. Как вот это все правильно сейчас объяснить украинцам? Завершая часть анализа глобальных тенденций, я бы еще позволил себе сказать следующее, что тот же коронавирус, пандемия, с учетом других тенденций, которые наблюдались ранее, они, по сути, испытывают не только экономики на их прочность, конкретную способность, они испытывают на эффективность, дееспособность государства и общества в целом. И мы видим сегодня, с каким разным успехом преодолевают эти проблемы те или иные государства. И это напрямую связано с эффективностью государственных институтов власти, их способностью работать не ситуативными, там, антикризисными методами, а работать четко, исходя из требований стратегических, программных, системных решений и их реализации в комплексе процессов, которые проходят внутри государства и должны учитывать тенденции, происходящие в мире, потому что все это взаимосвязано. И в этой части Украина находится в очень сложном положении, потому что кроме очень серьезного системного кризиса, начиная со структуры нашей экономики, которая стремительно приобретает форму сырьевой, а точнее агро-сырьевой, и более 70% нашего экспорта это уже чистое сырье. Колониальное. Да, это по сути структура экономик, экспорта колоний бывшей Британской империи, если так говорить, называя вещи своими именами. Но это совпадает, к сожалению, и с тем, что я вынужден повторять, особенно за последние уже несколько лет, и дипломатично говоря, я это называю тенденциями деградации государственных институтов власти в Украине. Профессиональной, во многих аспектах моральной. И вот тот государственный стержень, вокруг которого должны консолидироваться государства, власть, общество, интеллект, ресурсы, с точки зрения создания достойных условий развития страны. И совпадание вот этих факторов глобального системного кризиса, тех системных вопросов и проблем, которые были у нас не один год, с резким снижением эффективности, качества, результативности государственного управления, скажем так, государства менеджмента, создаёт для нас риски ещё даже большие, чем у других наших соседних государств, сравнимых, скажем так, по территории, по численности и по определенным стартовым позициям. И вот эта специфика для Украины играет огромное значение. И для того, чтобы не быть, скажем так, со штампом каких-то антизападных настроений, или же там попытки втянуть Украину в какой-то другой внешний сцедарий, я, и это не только моя точка зрения, абсолютно уверен в жизненно важной необходимости для Украины сегодня, иметь чёткую диагностику, чёткое понимание, деполитизированное, высокопрофессиональное, системное, объективное, где мы находимся и какие происходят тенденции во всех сферах нашей жизнедеятельности, начиная от экономики и завершая демографическими нашими результатами. И вот здесь крайне важно, чтобы власть находила себе мужество перед собой и ответственность перед людьми называть вещи своими именами. Потому что сегодня я вынужден ещё раз это посчитать, страна живёт не по тому порядку дня, а по тому, что она, к сожалению, не доводит до своего общества ту информацию, где мы находимся и какие у нас приоритетные проблемы. Я называл проблему агросырьевой экономики, это же проблема не просто, скажем так, структуры экономики, это то, что влияет на все остальные качества и параметры, начиная от проблемы бедности, потому что сырьевая экономика никогда не создаст необходимого количества рабочих мест с высокой оплатой труда, качество жизни, уровня доходов, это подтверждает мировой опыт, и завершая даже демографическими проблемами. Мы уже вот и через наши структуры, и через коллег в информационном пространстве постоянно за последний особенно год-два обращаем внимание на беспрецедентную опасность для Украины и потери человеческого потенциала. А человек это главный тест на эффективность государства, как он живет, какая у него уверенность в будущем, какое у него качество жизни. И когда уже всемирные организации такие, как всемирная организация охраны здоровья, здравоохранения, ООН, те же Мировой банк и МВФ дают ряд очень тревожных выводов по Украине. Например, ВОЗ включает нас в пятерку государств мира с самой высокой динамикой сокращения природной численности населения. Рядом с нами Сомали, Лисотов и ряд других центрально-африканских государств. Это уже огромный набат тревоги. Когда рядом поляков я желаю им добра и процветания на 100 смертей. В прошлом 19-м году было 92 новорожденных, а мы рядом под одним солнцем на 100 смертей только 53 новорожденных, а в этом году ситуация еще более ухудшилась за 7 месяцев. На 100 смертей только 48 новорожденных, и мы теряем сотни тысяч людей только по природному фактору. Это разве не предмет жесткого целенаправленно ответственного внимания к этой проблемой. И мы не говорим о том, что она решается мгновенно. На это необходимо месяцы и годы, включая природные циклы, но ее надо как минимум зафиксировать как одна из приоритетных проблем и искать пути, стратегии, программы к последовательному влучшению ситуации. И на это требуется ни один год и ни одному президенту, ни одному составу правительства. Но это надо делать. Также и по Международному валютному фонду. ведь это общемировая практика сотрудничества государств с безорогными финансовыми организациями. Это нормально. Это нормально. Этим пользуются механизмы все государства и мира. Поэтому тут необходимо вести дискуссию. Она у нас, к сожалению, очень деформирована в Украине. Политизирована. Не на вопрос сотрудничать или нет. Это делает весь мир. А на вопрос какие условия, какие результаты, что после этого меняется, насколько условия соответствуют национальным интересам, потенциалу нашей экономики, нашим возможностям развития, насколько эффективно используются эти транши. с какой целью. Вот этот блок вопросов должен быть в первую очередь в центре внимания. И нас очень беспокоит то, что Украина последние годы дебострирует сотрудничество с МВФ как сама цель любой ценой добиться получения очередного транша. И этот транш очередной, в том числе по программе стендбайк последний, идет не на то, чтобы усилить развитие экономики, модернизировать промышленность, поддержать малый средний бизнес, оздоровить ситуацию в банковской системе. Он идет на оплату предыдущих долгов, но уже с процентами. И эта финансовая пирамида постепенно нарастает. Она была очень сильно в этом плане подкреплена в кавычках политикой внутреннего государственного долга, когда в 2019 году я это рассматриваю на уровне финансового преступления. Внутренние облигации государственного займа начали размещаться с доходностью 18-19 процентов. То есть сознательно. Сознательно. И на этом греют руки до сегодняшнего дня многие так называемые инвесторы украинского происхождения, когда им ничего не надо делать, они ждут календарного срока и на их счет падает 18-19 процентов дохода облигаций идут эти воззаймы. А с учетом деменефициара не засекречены. С учетом девальвации гривни это доходы с прошлого года достигало 30-35 процентов. И таким образом построили еще дополнительную финансовую перебилу в объеме порядка 4-х миллиардов долларов спекулятивного капитала, что искусственно усилило гривню. На этом наши экспортеры потеряли еще миллиарды-миллиарды гривен. И таким образом финансовая система Украины еще сделала очередной шаг к очень серьезным проблемам, которые во всем мире называют дефолт. И надо менять качество переговоров. Я иногда вспоминаю эпизод несколько лет назад, когда после официальных контактов мы в неформальной беседе встречались с некоторыми представителями РФ. Я им задал один вопрос. Тогда росла дискуссия о ценах тарифов на жилищно-коммунальные услуги, на энергетические ресурсы, природный газ. Я говорю, вот видите, информация открытая для доступа Европейского Союза. По уровню доходов населения Украина занимает последнее место в Европе. Не Европейском Союзе, а в Европе более 40 государств. мы, а потом идет Молдова выше, Албания и ряд других. ООН дает свою статистику, в соответствии с которой он говорит о том, что 60% украинцев на тот момент времени живут ниже черты бедности. и мы спрашиваем, я спрашиваю у представителей делегации ВФ, а там достаточно подготовленные опытные, квалифицированные люди. Вы же знаете, что есть закон экономики финансов, что если цены и тарифы опережают рост реальных доходов потребителей этих товаров и услуг, то на выходе всегда платежный кризис, социальные, а иногда даже общество политические потрясения. Почему вы так достойчиво требуете от Украины, в которой в соответствии с природной статистикой 60% населения живет ниже черты бедности до момента в разы поднимать цены и тарифы? Они смотрят и говорят, нам такие вопросы украинская делегация не задает. То есть очень многое зависит от того, насколько переговорщики с украинской стороны формулируют эти вопросы. Не нужно иногда драматизировать ситуацию, говорить, что нам кто-то принципиально навязывает. Нет, очень много решений принимаются здесь со ссылкой на МВФ, хотя в МВФ иногда об этом даже спекуляция. это абсолютно опасно и неправильно. И безусловно крайне важно, чтобы транши того же МВФ, а в принципе по условиям это достаточно эффективные кредитные заимствования, было четко понятно, что если условно 5 миллиардов по программе стендбай, то из этих 5 миллиардов долларов 2 миллиарда за счет того, что мы освобождаем определенные затраты бюджета должны быть направлены на программы модернизации, развитие, инфраструктуры, и тогда мы четко понимаем, что эти деньги работают и на нас, и на следующие поколения. Но этого нет. К сожалению, в программах сотрудничества с МВФ нету составляющей развития. А это тупик, это финансовая пирамидов с вытекающими последствиями, ну и политическая часть. За последние годы ряд условий МВФ по сути я расцениваю на уровне вмешательства внутренних делах Украины. Мы теряем части нашего суверенитета, когда нам начинают уже командовать, какая должна быть конституция, как должны формироваться органы власти, кадровая политика, налоговая, социальная, банковская и так далее. Это абсолютно неприемлемо, и это потеря части суверенитета. удар по чести достоинства украинцев. Безусловно, безусловно, и мы постепенно превращаемся не в субъект международной политики международных отношений, а объект, что также недопустимо. И в этом контексте надо делать очень серьезные шаги. Я боюсь, честно говоря, не хватает политической воли, но я позволю себе такие вещи сказать, у нас просто идет уже обострение общественной политической ситуации, я боюсь, что просто тут революционные, предреволюционные могут быть тенденции, если все так будет происходить. И вот вы вспомнили за бюджетный процесс, доходные, расходные части. Вы вообще изучали уже новый бюджет, потому что мне вопросы многие эти задают люди, насколько это сбалансированный бюджет, насколько мы увидим бюджет реальный или опять же факторы внешние в нем серьезно учитываются. Что вообще происходит? Одна из составляющих проблемы деградации государственных институтов власти, а это имеется ввиду законодательного парламента и кабинет министров и исполнительной власти, заключается в том, что как пример Украина по сути единственная страна, ну как видим на европейском континенте, которая уже практически завершается в полугодии карантинных мер в связи с пандемией, она до сегодняшнего дня не имеет нормативно утвержденной, подчеркиваю, нормативно утвержденной антикризистой программы. Да, вы об этом говорили в первом интервью. И это приводит к тому, что даже сегодня в условиях, когда мы формируем проект бюджета до 2021 год, проект бюджета подается без проекта государственной программы социально-экономического развития. как можно, если говорить даже на таком самом понятном понятиенном уровне, что семья, которая формирует свой бюджет, она как-то рассчитывает, что там надо купить обувь ребенку, там необходимо оплатить за обучение, там еще что-то. как может государство рассматривать проект своего главного финансового закона, финансовой конституции до следующий год, не имея программы своего развития, не имея программы, где четко сформулировали приоритеты, куда мы должны аккумулировать ресурсы, усилия, какие должны получить результаты. И рассмотрение проекта бюджета без проекта государственной программы социально-экономического развития, это самый такой непрофессиональный, я бы сказал, цинично-абстрактный метод управления государственными ресурсами. Мы об этом говорим прямым текстом. К сожалению, уровень некомпетентности правительства, в том числе отсутствие четкого взаимодействия с парламентом, хотя это коллекционное правительство, монофракция его создает, дошло до такой степени, что до сегодняшнего дня даже текущая программа деятельности кабинета министра. Дважды была в действии до парламент, и дважды парламент ее отклонил, и, кстати, отклонился справедливо. Это очень декларативный документ, который нельзя назвать программой, в общем случае это протокол намерений, говоря на языке бизнеса. И вот это очень опасно, что мы сотрясаем атмосферу, ведутся ожесточенные дискуссии, политизированные дискуссии по поводу бюджета, реальный, нереальный, сбалансированный, и дисбалансированный, не имея четкого программы действий в рамках вот этого следующего бюджета 2021 года. Если анализировать просто цифры, то, конечно, оторван от реальной жизни, мягко говоря. Рост вала внутреннего продукта плюс 4,6 это в два раза меньше, чем те потери валового продукта, которые будут у нас в этом году. По факту. А прогноз короток? Ну, минимум, минус 7-8% по факту у нас будет падение в этом году нашего вала внутреннего продукта. То есть, не ставится даже задача такого серьезного рывка. А учитывая, что это считается от базы по факту уже текущего 2020 года, мы говорим о том, чтобы в следующем году планируем компенсировать максимум часть, половина того, что бы потеряли в этом году. Но это не политика. Это не политика развития. Это политика, которая консервирует стагнацию и дальнейшее усиление кризиса. Это общий вывод. А в контексте приоритетов, то я очень скажем так возмущен в частности примером, как в этом текущем году используется так называемый фонд борьбы с коронавирусом. Вы помните, весной были приняты изменения в бюджет. Сформировали фонд борьбы с коронавирусом в сумме где-то 65 миллиардов гривен. Цифра достаточно серьезная в наших условиях. Прошло пару месяцев и при решении около 40 миллиардов из этого фонда передоправить на так называемую большую стройку. Дороги и так далее. Я не думаю, что это надо делать. Но что, неужели мы решили все проблемы в медицине? Неужели мы обеспечены в нужном количестве аппаратами искусственной вентиляции легких? Неужели у нас есть необходимое количество коек современно подготовленных для помощи людей, которые страдают от пандемии и от коронавируса? Неужели мы решили все социальные проблемы в целом у медиков наших и так далее? И вот такой, вы знаете, с элементами очень серьезного циничного отношения к людям подход он где-то переносится зеркально и на проект бюджета 2021 года. И в этом контексте крайне важно, безусловно, об этом должен сказать в первую очередь президент страны, ни в коем случае не рассматривать проект бюджета без проекта программы, иначе это ситуация, когда через 2-3 месяца после утверждения придется его опять корректировать, это очевидные вещи. И вторая составляющая, надо искать направление развития, как это не было бы сложно, в том числе через программы локализации производства. Это, кстати, один из наглядных примеров, насколько на нас давит внешняя зависимость. Мы приняли в первом чтении законопроект, который формулирует те, которые требования локализации производства при размещении газозаказа до приобретения продукции машиностроения от 20 и чуть выше процентов. Такой робкий шаг. Протесты из офиса Европейского Союза, ни в коем случае. Большая семерка государственной департамент Соединенных Штатов Европы. мы называем десятки примеров, что многие страны, особенно сейчас, начиная с Соединенных Штатов Европы, используют требования локализации или, так сказать, местной составляющей, как называют, от 50 процентов и выше. И когда у нас за 7 месяцев есть официальная статистика, объем машиностроительной продукции в Украине упал на 22 процента, а в прошлом году тоже было падение, и когда мы теряем наукоемкие, технически сложные отрасли, такие как ракетно-космический комплекс, авиастроение, транспортное машиностроение, кораблестроение, то этот законопроект это, по сути, тест, насколько власть способна защищать национальный интерес умными, системными, аргументированными методами. когда мы говорим некоторым нашим коллегам, партнерам в Европе, что у нас 22% падения объема машиностроения, и вот такая тенденция уже не первый год, и мы вынуждены, обязаны делать все, чтобы усилить политику импортозамещения, локализации и условиях массового морального и физического износа всех фондов, задействовать наш потенциал для того, чтобы модернизировать, обновить, начиная от подвижного состава, у Казалезницы, тысячи вагонов, локомотивы, и при этом надо обязательно использовать часть нашего потенциала, который конкретно способен, они начинают нас понимать. Но таких аргументов мы не слышим на официальном уровне, ни от правительства, ни от тех чиновников, которые ответственны за переговоры и аргументацию, которая подтвердила бы, что мы цивилизованная страна, мы не стремимся нарушать требования ВТО или ассоциации, но мы должны делать все, чтобы найти баланс интересов и доказывать, что это надо, что это необходимо. И я уверен, что в таких ситуациях многие наши аргументы были бы услышаны, но они не звучат. И это очень плохо и опасно. Я с вами полностью согласен по поводу не хочу такие слова говорить типа политической импотенции отдельных политиков Украины, но оно так вот воспринимается. Антоник Ильич, я хочу вас поблагодарить за то, что вы дали комплексный анализ всех внутренних и внешних факторов. Я думаю, мы с вами еще продолжим такую серию интервью, потому что каждую две недели, каждую неделю фактически что-то ухудшается. Вы сегодня вспомнили много вопросов и геоэкономики, и факторы, демографии, и климат. Я открою вам небольшую информацию, она в принципе ответа. Мы готовим встречу с президентом Украины, Зеленским Владимир Александровичем и нашего промышленного потенциала. структурированные ассоциации, которые представляют сельхоз, машиностроение, космос, авиацию, транспорт, с тем, чтобы глава государства четко с нашей помощью, с учетом беженодородного опыта, понимал, что если мы дальше будем развиваться как сырьевой придаток развитых стран, то такие проблемы, как бедность, беспрецедентная трудовая миграция, потеря квалифицированного трудового потенциала и нахождение страны на обочине в виде объекта мировой политики неизбежны. И для того, чтобы изменить эту ситуацию, Украина должна в первую очередь формировать и выход из кризиса, и дальнейшее свое развитие, опираясь на тот, безусловно, еще имеющийся в наличии научно-технический, кадровый, природный потенциал, безусловно, в сотрудничестве с окружающим миром, на это сотрудничество должно быть в балансе с нашими национальными интересами. Вот это мы хотим довести до президента на конкретных примерах, фактах, тенденциях, и мы надеемся, что это даст возможность, скажем так, усилить и политическую поддержку того, что мы называем индустриальным, инновационным развитием Украины как главным условием выхода из бедности и будущего как достойной страны. Я так могу пожелать удачи, и могу сказать, что вы пристали. Мы готовы к диалогу, к честному, некомплементарному, деполитизированному, основанному на системных, профессиональных подходах. И только такой диалог дает нужный нам всем результат. Успехов, я думаю, что ваша структура является одной из наиболее, может быть, даже самой компетентной постоянной действующей платформой, которая объединяет многих представителей бизнеса и президенту. Проблема украинских чиновников в том, что ты когда общаешься с каким-то замминистра или министром, ты не знаешь, что за ним стоит. Ну, знаешь, но иногда руки тянутся из-за рубежа. Понимаете, в этом-то и сложность. И ты, как вроде украинец, с украинцем общаешься, а за ним кто-то стоит? Я согласен с вами, Андрей, когда появляются какие-то вакансии, там, возможные кадры и варкировки, обратите внимание, все пытаются найти ответ не на вопрос, насколько он компетентен, профессионален, а пытаются ответить на вопрос, чей он холоп. Чей он, кто за ним стоит. Кто за ним стоит? Это очень разрушает систему государственной власти по всем ее параметрам. Когда Кинех был премьер-министром, никто не говорил, чей он человек, потому что ни у кого не возникал вопрос. Он государственный муж, как мы говорим, он занимается чем-то. Но сейчас это можно сказать. Надо возвращать. Это каноны, независимые от названия страны. Я согласен. Успехов, Андрей. Спасибо. Самого доброго. Спасибо.